Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы изучаем стремительное освоение абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня хочу вам рассказать о нашем новом цикле уроков вязания на двух фонтурах. Цикл будет состоять из трех курсов, и сейчас я вам буду рассказывать о нашем первом курсе. Проходить уроки будут на вязальной машинке SilverEat 840. И сразу хочу вам сказать, что если ваша машинка отличается от моей, от SilverEat, ничего страшного, мы с вами научимся вязать на двух фонтурах, независимо от того, какая у вас вязальная машина, потому что в своих уроках мы не будем использовать никакие приспособления. Все операции, которые выполняют любые вязальные машины, имеющие две игольницы, очень похожи. И в ручном варианте разницы практически вы не заметите. Кнопки и рычаги могут отличаться по внешнему виду, функционал у этих машин очень похож. Для кого же этот курс предназначен? Прежде всего, он предназначен для уверенных пользователей основной фонтуры. Вы должны знать назначение всех рычагов, кнопок вашей вязальной машины, потому что изучением машины мы в этом курсе не занимаемся. Кто такие уверенные пользователи? Если вы умеете одновременно отслеживать весь процесс вязания, то есть и узор, и натяжение нити контролировать, и оттяжку, и крайние петли у вас не спадают. Вы прекрасно разбираетесь в особенности пряжи и знаете ту пряжу, которая подходит для вашей вязальной машинки. Знаете основные вязания технологии на основной фонтуре и полностью владеете своей машинкой, то есть знаете назначение рычагов и кнопок, то этот курс для вас подходит. Если вы не имеете навыков работы на основной игольнице, вам будет очень сложно учиться на нашем курсе, потому что он интенсивный, и мы не занимаемся изучением основной фонтуры. Мы занимаемся сразу освоением двух фонтур одновременно. Чем же отличаются одно и двухфонтурное вязание? Потому что двухфонтурная машина это не одна и плюс одна, это абсолютно другая машина, это треть машины. То есть отличие колоссальное. Мы берем другое плечо для вязания, но в основном есть машины, у которых плечо не меняется, а в современных машинах меняется плечо на двухфонтурное. Там идет совершенно другая оттяжка. Мы используем чаще всего другую пряжу, и при переходе одного вязания к другому, однофонтурному к двухфонтурному, у нас чаще всего меняет плотность. Плюс к этому мы совершенно не видим, что внутри вяжет наша машинка, и бывают очень неприятные сюрпризы. Поэтому для того, чтобы спокойно вязать на двухфонтурной машине, вы должны быть абсолютно уверены и в своих знаниях, и в своей вязальной машинке. В нашем курсе мы не используем никакие дополнительные приспособления, поэтому если у вас их нет, и ничего страшного. Мы не используем ни жаккардовую каретку, ни электронику, ни перфокарты, ни ажурные каретки, никакие другие приспособления мы выполняем в вязании в ручном варианте. После того, как вы освоите наш курс, вам гораздо проще будет и общаться со своей машиной, и вы более четко сможете принять решение в необходимости этих дополнительных приспособлений. Вполне возможно, вы сможете обходиться и без них, и сохранить и свой семейный бюджет, что тоже немаловажно. Итак, из чего же состоит наш первый курс? Первый урок – это заработок, либо наборный край. Пять видов наборных краев и закрытие петли. Двойное полотно, полный ластик, планки, воротники, полочки, рюши, валаны и так далее. То есть это видимые части нашего полотна. И край должен быть безупречен. И плюс к этому, почему пять вариантов, ни больше, ни меньше? Больше – это уже излишнее. Меньше я просто не смогла ни один из этих краев брать из урока. Они все мне нравятся, они все рабочие, все красивые и все нужные. Освоив этот урок, вы будете вязать идеально красивые края. Еще расскажу, что эти части полотна, как правило, видны. И здесь вы видите один из уроков. Это отработка нашего урока. Как девочки отрабатывают наборные края. Плотный край, видите, он не растягивается такой рубчиком. Краюшек, который не тянется при… Если вы пытались его растянуть, то есть он будет держать форму. Наоборот, край валан, который будет создавать рельеф, край наборной резинки, он совсем плотненький, видите, с резиночкой. То есть такие элементы, они не используются каждый день, но в случае необходимости вы без труда сможете их использовать в своих изделиях. Второй урок – это резинки. Резинки, может казаться, что это самое простое, что есть – это вязание пластиком. Но, если вы посмотрите на отработку этих элементов, то с удивлением обнаружите, что резинки бывают растянутые, это вяжут рыхлые, у них вспадают петли, они неправильно выполнены, потому что перекошены. То есть такие моменты очень важно отработать в самом начале. Поэтому мы с вами будем отрабатывать резинку. Все возможные варианты – 1х1, 2х1, 2х2, переплетение 3х3, 4х4 и так далее. Потому что есть нюансы в способе начала вязания – полный ластик, само собой, и каждый из этих вариантов в трех видах. Три вида будут представлять из себя дополнительные накиды. То есть без накидов, с накидами с одной стороны, с накидами с двух сторон. Вариантов ластиков очень много, мы с вами выполним основные, и уже на базе этих видов вы без труда сможете освоить какие-то еще дополнения, которые вам, может быть, понадобятся или просто понравятся. Здесь вы видите один из уроков – отработка урока по вязанию разнообразных резинок. Третий урок – убавки и прибавки на всех типах резинок, рабочие и фактурные. Рабочие убавки – это те убавки, которые у нас идут по краям. Как правило, они уходят в шов, и все равно они должны быть аккуратны. Они могут тянуться, могут, наоборот, держать полотно. И фактурные убавки – это то, что украшает наше изделие. Это обычный реглан, горловиновое-образное. Очень красивое бывает оформление. И здесь вы видите, опять же, один из уроков, как можно отработать эти достаточно красивые элементы. Четвертый урок – три разных варианта манишки резинок. Вы видите эти манишки. Как в любом изделии у манишек, несмотря на то, что это достаточно простые изделия, тоже бывают свои нюансы. И плюс к этому это отличная отработка по вязанию предыдущих элементов. Мы их собираем в разные варианты, с убавками, с разным разбором игл, с разным началом полотна. Получается достаточно красиво, интересно и не скажу, что сильно прост. Для отработки наших знаний идеальный вариант. Мы сделали три вида. Каждый из них имеет свои нюансы, свои особенности. Здесь вы видите эти манишки поближе. То есть переход пластика из переплетения 2 на 2 в переплетение 1 на 1. 4 на 4 в 2 на 2. И манишка, выполненная переплетением 1 на 1 с использованием разных вариантов резинки. Очень красиво, необычно и в то же время просто. Если вы заинтересовались, если у вас возникнут какие-то вопросы, либо пожелания, форму оплаты и все наши контакты вы найдете под этим видео. Полная информация о всех наших вязальных курсах вы тоже можете найти под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стримителям освоения абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.